МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами итоговая информационная программа. Поговорим о том, что интересного произошло в городе за уходящую рабочую неделю. Смотрите в выпуске. Заместитель министра обороны Евкуров проголосовал в Рязани. Наблюдал за ходом голосования Николай Любимов. Икона Божьей Матери, неопалимая Купина, почитается христианами 17 сентября. Сотрудники МЧС отстояли молебену часовне, посвященную образу. Эпид-сезон в разгаре. Пандемия не отменяет привычных всем ОРВИ и гриппа. Их сезон вступает в силу. Фестиваль гукольных театров в Рязанские Смотрины завершился, но начались гастроли. Что интересного в самом сказочном театре города, в наших материалах смотрите. Заместитель министра обороны, герой России, генерал-лейтенант Юнус Бек Евкуров проголосовал в Рязани. Политик проголосовал в Доме общественных организаций, бывшем Доме офицеров. На этом избирателем участке традиционно голосуют курсанты, офицеры, сотрудники Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова, дважды Краснозайменного командного училища имени генерала армии Маргелова и семьи военных. Вместе с Юнус Бек Евкуровым проверить процесс голосования приехал губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Любимов. На территории Рязанской области в 8 часов утра открылся тысяча и один избирательный участок. В течение трех дней, 17, 18 и 19 сентября, жителям региона предстоит проголосовать за кандидатов, которые будут представлять Рязанскую область в Государственной Думе. Кроме того, в рамках муниципальных выборов избрать 493 муниципальных депутата и 48 глав муниципальных образований. 17 сентября православный мир вспоминает икону Божьей Матери Неопалимая Купина. Своим символом и оберегом этот образ почитают сотрудники МЧС. И 17 сентября в честь праздника состоялся торжественный молебен в часовне на территории Главного управления МЧС. В 2002 году с благословения Рязанской епархии на территории Главного управления МЧС России по Рязанской области построили и осветили часовню в честь иконы Божьей Матери Неопалимая Купина. В музее ГУ МЧС хранится камень с горы Синай из Египта, где по преданию пророк Моисей видел Неопалимую Купину горящий, но не сгорающий куст, прообраз Божьей Матери. На камне отпечатались листья куста Неопалимой Купины. Сегодня на богослужении собрались сотрудники из различных подразделений Главного управления МЧС России по Рязанской области. Пожарные, спасатели, инспекторы ГИМС, представители регионального отделения ВДПО. Поскольку испокон веков пожар становился настоящим бедствием для народа, эта икона являлась одной из наиболее счастливых святых. На протяжении нескольких лет уже стала традицией ежегодно Главным управлением МЧС России по Рязанской области проводить торжественные мероприятия в честь иконы Неопалимой Купина. Протеерей Игорь совершил молебен, во время которого возглашались особые молитвы и прошения за тех, кто посвятил свою жизнь делу защиты людей от огня, спасению, а также пожертвовал собой во благо других. Во время молебна были сказаны молитвы в память о погибшем при исполнении служебного долга главе МЧС России Евгении Николаевича Зиничеве. Ваша профессия, она остается очень актуальной, очень важной для нас. Вы служите народу, вы служите людям, вы рискуете своей жизнью. Примером этого является последняя трагедия, которая случилась. Ну, скажем, трагедия, конечно, понятна, каждый человек очень важен для Бога. Но гибель генерала Зиничева. Он действительно как воин Христов отдал, как в Евангелии сказано, нет больше той любви, когда человек отдаст душу своего за ближнего своего. И действительно он мог бы там сидеться в кабинете, в кресле, в комфортных условиях, но он всегда был там, где опасность. После молебны наградили сотрудников за усердие, пропаганду и отличия в службе. В Рязани произошло возгорание в районе Шлакова. Происшествие случилось вечером 16 сентября. Пожар оказался очень эффектным со стороны и привлек внимание многих горожан. О ситуации расскажем далее. Сижу дома, а тут взрыв и дом частный взорвался. Какой ужас. Вроде пожарных вызвали. Люди плачут, кричат, вообще не знаю. Скорую уже даже позвонили. Яркое заревание на шутку испугало многих горожан, наблюдавших пожар в районе Шлакова. К счастью, вечером 16 сентября в результате возгорания никто не пострадал. Сообщение о пожаре на улице 2-й проезд Ломоносова поступило в 2 часа 46 минут. В момент прибытия происходило горение хозяйственной постройки. В тушении пожара участвовало 15 человек. Привлекалось 4 дни с техники. В 21 часа 25 минут пожар был локализован. В 21.37 ликвидировано. В результате пожара повреждена хозяйственная постройка на площади около 50 квадратных метров. Причина и ущерб устанавливаются. В результате возгорания соседние строения не повреждены. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». О методах ранней диагностики онкологических заболеваний говорили сегодня на встрече со студентами Медицинского университета специалисты компании Pet Technology. Они активно внедряют свой специальный метод, можно сказать, детализации болезней, который призван оценить эффективность лечения. Pet-KT метод теперь доступен и жителям Рязани, причем абсолютно бесплатно, через ОМС. Pet или позитронно-эмиссионная томография известна уже давно, но только в этом году современный центр диагностики появился в Рязани. Метод достаточно прост, хотя и потребует неукоснительного соблюдения правил. Pet – это углубленная диагностика, детализирующая все новообразования. Методом позитронно-эмиссионной томографии мы можем увидеть не только анатомию, вернее, не анатомию, а метаболизм клетки. То, как вещества различные транспортируются в клетку, транспортируются из клетки, накапливаются. Эти процессы происходят в организме значительно раньше зачастую, чем происходят анатомические изменения. Это первый момент. И второй момент, когда, допустим, пациент подвергается лечению, меру химиотерапии, и происходит удачное воздействие на опухоль. Опухоль реагирует на химиотерапию, она прекращает свой рост. Она никуда не девается в одну секунду, если мы выполним компьютерную томографию, магнитную резонансную томографию, мы ее увидим на месте. Среди студентов – ординаторы радиологии и онкологии. Для них это предметный разговор, тем более, что лекторы говорили на понятном для них языке. Для некоторых ПЭД-технологи – это перспективное место трудоустройства. Я сегодня пришел познакомиться с этой программой, и, в принципе, все было интересно и для меня очень важно. Сегодня к нам приехали представители компании ПЭД-технологи, которые рассказывают, во-первых, не только о возможностях трудоустройства, ну и рассказывают о новых методах диагностических, которые используются именно в их центре. Еще год назад для ПЭД-КТ рязанцам нужно было ехать в Липецк. Понятное дело, позитива в этом было мало. Но в этом году центр открыли и в Рязани. Причем углубленную диагностику проводят по линии ОМС, то есть бесплатно. Технология развивается, технология становится все доступней. Россия – это не только Москва. Поэтому развитие в регионах является приоритетным направлением компании, потому что в регионах люди должны жить долго, люди должны быть здоровыми. Технология ПЭД-КТ заключается в том, что она помогает индивидуализировать план лечения онкологического пациента. Любое онкологическое заболевание – это не приговор, неустанно повторяют врачи. Это своеобразный вызов. Победить в войне с раком можно. Об этом говорит и европейская статистика. ПЭД-КТ – метод или, если хотите, снайперский прицел, который позволит нанести разрушающим ваш организм клеткам сокрушительный удар. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Осень – пора заболеваний, как душевных, так и физических. И если грипп пока рязанцев не атакует, то вот с ОРВИ ситуация другая. Как обстоят дела в регионе с заболеваемостью и как себя защитить, расскажем далее. Заболеваемость ОРВИ в регионе превысила порог на 15%. Это данные регионального Роспотребнадзора. В большинстве своем болеют дети до 14 лет. Это вирусы негрипозной теологии – аденовирусы, боковирусы, и риновирусы. Список симптомов у каждого из возбудителей существенный. Среди них кашель, насморк и, естественно, повышение температуры. Как и у бушующего полтора года ковида, при котором, ко всему, еще может пропасть обоняние и вкус. В первую очередь, конечно, человек, если он заболевает, он должен остаться дома, не ходить ни на работу, ни на учебу, чтобы себя защитить и окружающих. И вызвать врача на дом. Это в первую очередь. Ну, обязательно соблюдение постельного режима, соблюдение питьевого режима. То есть он должен большое количество жидкости теплой выпить или щелочное питье, или компоты, морсы, травяные чаи. И начать прием противовирусных препаратов, конечно, по назначению врача. Также помещение с больным следует чаще проветривать и проводить влажную уборку. Но вместо того, чтобы побеждать болезнь, лучше ее все же предотвратить. Врач-эпидемиолог рассказала, что полтора года пандемии уже научили нас основным правилам. Ношение масок в общественных местах, в местах большого скопления людей, причем со сменой маски через 2-3 часа. Это соблюдение правил личной гигиены, мытью рук после каждого выхода в свет, грубо говоря. Но самый оптимальный способ, говорит врач, это сделать прививку. Вакцинирование от гриппа уже началось. При этом медики ответили на главный вопрос. Можно ли прививаться как от гриппа, так и от коронавирусной инфекции? Их можно делать или в один день, да, и от ковида, от гриппа. И если в один день не получается, знаешь, с интервалом в месяц. Но все-таки я рекомендую, лучше, наверное, сделать не в один день, чтобы такой нагрузки на организм не было, а сделать там, допустим, от ковида через месяц от гриппа. Вылить сначала от гриппа, а потом через месяц от ковида. То есть интервал между прививками не меньше месяца. Прививка что от гриппа, что от коронавирусной инфекции бесплатная. И сделать ее можно в любом медучреждении. Выбор за вами. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани сотрудники ОМВД России изъяли контрафактную одежду. Хранение и продажа продукции осуществлялась в одном из магазинов в центре города. Изъяли 121 единицу контрафактной продукции. Подробности далее. Глядя на эти кадры оперативной съемки, можно оценивать масштабы продажи поддельного товара в одном из магазинов города Рязани. Сотрудники ОМВД России по Рязанской области регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на пресечение фактов продажи контрафактной и незаконно ввезенной на территорию России продукции. Пресс-служба ОМВД России по Рязанской области сообщает, что на этот раз в ходе проверки инспекторы обнаружили и изъяли из торгового оборота 121 предмет одежды, якобы известных торговых марок. Никаких документов на этот товар владелец магазина предоставить не смог. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное расследование по части 2 статьи 14.10 КОАП РФ реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака. За данное правонарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере трехкратного размера суммы товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее 50 тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака или знака обслуживания. Куртки, толстовки и брюки с бирками известных брендов, но сомнительного качества продавали на прилавке по невысоким ценам. Такие товары производят на территории Китая, Вьетнама и Индонезии. Зачастую они шьются в подвалах, что уже является нарушением санитарно-эпидемиологических норм. Как известно, спрос рождает предложение. Пока сами покупатели будут делать кассу горе-продавцам, соблазняясь невысокими ценами, на прилавках будет появляться контрафакт плохого качества и часто опасный для здоровья. Герман Гущин, телекомпания «Город». 17 сентября родился космический гений Константин Циолковский в родном селе ученого Ижевском. Существует музей космонавтики, а также восстанавливается усадьба семьи Циолковских. Наша съемочная группа побывала в тех местах. История музея берет свое начало с 1961 года, когда в космос полетел Юрий Алексеевич Гагарин. Активисты села написали письмо первому космонавту планеты с приглашением посетить родину основоположника космонавтики. В ответ на письме Гагарин сообщил, что с большим удовольствием прочитал его и обязательно навести Тыжевское, как только будет возможность. После чего было принято решение открыть в селе музей Циолковского. Торжественное открытие состоялось в 1967 году. На мероприятии присутствовал легендарный советский конструктор, специалист в области ракетно-космической техники Владимир Федорович Уткин. А то самое письмо Гагарина стало экспонатом номер один. В 2022 году вся страна и, конечно же, мы отмечаем 165-летие со дня рождения Константина Циолковского. Мы также отмечаем 55 лет с момента основания музея на его родине в селе Ижевском. Присутствуют еще дополнительные юбилейные даты. Это 635-летие села Ижевского. Центром экспозиции сегодня является реальный спусковой аппарат. Единственный элемент космического корабля, который возвращается на Землю. Вот в этом самом аппарате наш земляк, единственный космонавт Рязанской области Владимир Аксенов, который был бортинженером космического корабля «Союз-22» и командир корабля Валерий Быковский в 1973 году вернулись на Землю с орбиты. А в 1980-м аппарат передали музею Выжевскому. Когда нужно вернуться, космонавты через люк заплывают, садятся в ложементы, специальные кресла, которые делаются точно при фигуре для каждого индивидуально. И если космонавт прилетает на одном корабле, а возвращается из космоса на другом, то свой ложемент он переставляет на тот корабль, на котором возвращается. Это делается для того, чтобы при спуске с орбитой легче переносились перегрузки. Пристегиваются ремнями космонавты. Сидят они там, прижав руки, ноги, головы к телу, так называемой позе эмбриона. И происходит спуск. От полной расстыковки до приземления проходит порядка 40 минут. Некоторая часть спуска космонавты проводят в огне. Слетит большой огненный шар. Температура за бортом до 1500 градусов доходит. Поэтому обшивка корабля сгорает. Когда огонь гаснет, отстреливается специальный парашют. Он тормозит скорость спускаемого аппарата. Помогают смягчить удар аппараты о землю, также двигатели мягкой посадки. В этом же зале представлен реальный скафандр Олега Макарова. А в 2017 году мэр города Циолковский подарил музею отработанную соплу первой ракеты, запущенной с космодрома Байконур. Сплавы из которого изготовлен экспонат настолько твердые, что МЧС, который приезжал нам, помогал выправлять форму, чтобы придать округлую форму, потому что при падении она смялась вся. Использовали определенные свои инструменты, и эти инструменты сломались. В других залах музея представлены вещи и научные труды самого Константина Циолковского, а также воспроизведена комната его отца, местного Лесничева. В селе по сей день сохранилась усадьба Циолковских, где родился Константин Эдуардович. Сейчас идет реконструкция дома, а внутри планируют открыть музей ижевских ремесленников. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Подошел к концу насыщенный событиями фестиваль кукольных театров «Рязанские смотрины», который состоялся уже в 18-й раз. Как это было? Смотрите далее. Театр Образцовый из Москвы один из известнейших. В своей сфере в рамках фестиваля представил спектакль «Сказка о царе Салтане». Историю царя Салтана, его сына, князя Гведона Салтановича и прекрасной царевни Лебеди знает каждый ребенок. О чем она? Прежде всего о том, к чему приводит зависть, о том, что зло, сделанное другому, всегда вернется, но и отданная любовь возвратится сторицей. Создатели спектакля не иллюстрируют сказку напрямую. Они включаются в игру, которую Пушкин ведет с читателем, поддерживают его озорство и непринужденность, сохраняя при этом уважение к тексту и автору. Режиссер Борис Константинов считает, «Когда судьба дарит тебе возможность сделать что-то вместе с таким автором, как Пушкин, это всегда праздник. Главное не проиллюстрировать сказку строчка в строчку, а увидеть, что там между строк и попробовать это показать. Тогда будет интересно и взрослому, и ребенку». Конец цитаты. А художник Виктор Никоненко объясняет магию спектакля так, «Весь спектакль соткан из образов. Образы меняются, создавая у зрителей ощущение старинного театра». А вот иркутяне отличаются тем, что всегда привозят очень необычные спектакли. На прошлых смотринах это была постановка для слепых. В этот раз сыграли пьесу Бетховен для глухих. А вот аудиоспектакль «Прогулка, движение стихий» показан абсолютно всем. «Пежде чем говорить о моей силе, хочу задать тебе вопрос. Всегда ли ты, произнося слово «дом», имеешь в виду не сооружение из кирпича и дерева, а поля, леса, землю, по которой ходишь, на которой живешь?» Группы людей в наушниках со стороны движущихся по непонятной логике и разбредающихся по территории Кремля туда и сюда, затем танцующих без музыки или обнимающих деревья. Это все зрители и одновременно актеры спектакля «Движение стихий». Вообще любой спектакль происходит в первую очередь в голове у зрителя. И сколько в зале зрительных мест, столько и спектаклей. И здесь спектакль происходит у тебя в голове. Какие бы задания одинаковые не давали людям, каждый какую-то свою историю проживает. Главные герои спектакля четыре стихии «Земля, воздух, вода и огонь». Зрители вступают во взаимодействие непосредственно с ними и, выполняя определенные задания, становится с каждым шагом немного другими. Закрытие фестиваля, как обычно, было праздничным и не менее интересным, чем сами фестивальные дни. Актеры придумали короткие номера и с юмором рассказали о спектаклях друг друга. Также исполнили авторские песни, прочитали стихи и эпиграммы. Как на улице солнечно было и веселая всюду толпа. Кукла водочку всем подарили, ламца дрызать и голца дрызать. Пять фестивальных дней пролетели очень быстро, но насыщенно. Рязанский театр «Кукол» уже ждет участников и новые коллективы на следующие смотрины, которые пройдут в 2023 году. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Гастроли карельских артистов в Театре «Кукол» продлятся до 19 сентября. Гости привезли в Рязань четыре спектакля. «Железо» Бориса Константинова и Виктора Антонова, «Стойкий оловянный солдатик» Олега Жукжды, «Левша и муха-цукатуха» Петра Васильева. Обменные гастроли проходят по федеральной программе «Культура малой родины» «Театр детям». 17 октября прошел показ спектакля «Стойкий оловянный солдатик». Инсценировка и постановка Олег Жукжда хорошо знакомы рязанскому зрителю по таким работам, как и «Наказание», «Снился мне сад» в подвенечном уборе, «Лафертовская маковница», «Женитьба», «Король олень», «Айболит». Совсем скоро зрители ждут встречи с еще одной премьерой от режиссера «Маленькими трагедиями». И если апокалиптические видения адресованы зрителям старше 16 лет, то «Стойкий оловянный солдатик» предназначены для семейного просмотра. Время действия не так давно. «Мы так тебя ждали! Мы так тебя искали! Старик, ты настоящий герой! Я в тебя верю! Ой, да! А как я в тебя верю? Ой, как? Но я больше в него верю! Да нет, что ты, я в него больше верю! Нет, я! Нет, я! Нет, я! Нет, я! Нет, я! Дай тебе, дай тебе, дай тебе! Ты опять за свое! Вот тебе, вот тебе, вот! Война! Да последний капли крови! Я тебе покажу, ты мне ничто будешь пылинуть и деть! Очевидно, война совсем близко, но дети продолжают играть. Они придумывают свою сказку. И текст Андерсона предстает в новом свете. Живой, увлекательный, близкий. Он чувствовал, что он тайц, но по-прежнему держался стойко, крепко сжимая ружье. Почерк Олега Жукжды узнаваем. Глубина, индивидуальный взгляд в душу каждого зрителя. Все это делает спектакль особенным. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом у меня все. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова